Всем привет, с вами Skyline, и в этом видеообзоре я хотел бы рассказать о первых шагах, которые помогут новичкам освоиться в игре Magic. После создания персонажа мы попадаем в локацию Mamashiro. Как мы видим, экран разделен на три основные части. Первым делом, что я вам рекомендую, это изучить содержимое инвентаря, чем мы сейчас и займемся. Инвентарь представляет собой книгу, поэтому он разделен на две основные части. Непосредственно наш персонаж и рюкзак. Первая часть предназначена для смены экипировки нашего персонажа, а вторая для дропа, то есть все, что падает с монстров. Начнем с левой части. Над персонажем имеется три подвкладки, одна из которых характеристики. Здесь показаны наши изначальные статы и характеристики персонажа. Именно тут вы будете повышать их с каждым уровнем. Часть из них распределяется автоматически, а вторую часть вам надо будет распределять вручную. Небольшой совет новичкам. Прежде чем распределять характеристики, необходимо определиться с билдом. В игре существует три основных билда. Критовик, дамагер и танк. Критовик очень нестабильный, но мощный билд по урону. Пройдет или не пройдет крит, зависит прежде всего от вашего шанса критического удара и стойкости врага. Если он не проходит, вы наносите минимальный урон. Дамагеры выдают стабильный урон без крита, но мощный, второй по силе. Для прокачки необходимо делать упор на атаку, а также на мастерство, чтобы попадать чаще по противнику. Танк, класс больше подходящий воинам или шаманам. Урон небольшой, но много хп и защиты. Развитие выносовости и стойкости. Следующая подвкладка и два счетчика отображают пвп статистику персонажа. Количество побед и участие в различных битвах, а также количество сбеганий с боя. Последняя подвкладка в этой части это парикмахерская. Здесь мы можем преобразить нашего персонажа в нестандартную палитру цветов, данную при регистрации, а также по нужде сменить никнейм. Это будет стоить вам реалы. О валюте далее. В игре есть три валюты. Баблоны, овней и реалы. Основной валютой в игре являются баблоны. Золотые, серебряные, медные. Один золотой равен 100 серебрянам. Один серебряный равен 100 медным. Следующая валюта овней. Его можно получить участвуя на аренах и побеждая на турнирах. У торговцев в Колизее и в Метрополии его можно обменять на экипировку. И реалы. В игре существует магазин, в котором можно купить свитки, эликсиры и уникальные предметы экипировки с заданными заказчиком статами и внешним видом за реальные деньги. Для входа в реальный магазин необходимо нажать кнопку с изображением корзины в меню. В данный момент один реал стоит 50 российских рублей. Для пополнения счета нажмите кнопку «Пополнить» в окне реального магазина. После перевода денег рекомендуется перезапустить клиент игры, чтобы реалы отобразились сразу на вашем счету. Под закладкой основной части инвентаря «Улучшение вещей». Улучшать можно как и с помощью денег, так и с помощью кристаллов, которые падают в данжах. Также можно заточить предмет с помощью звезд. Особое внимание надо уделить закладке перки. Перки – это дополнительные пассивные умения персонажа, которые очень помогают в игре, усиливая билд персонажа. Внизу таблички перков есть ползунок, который вы перетаскиваете, чтобы опыт шел не в уровень, а именно в очки перков. Набрав нужное количество очков перков, вы получаете перк, и можете активировать одну из картинок, добавляющую определенное количество статов или характеристик. Третья закладка «Подарки». Там указывается рейтинг вашего персонажа, он повышается, если вы выигрываете на турнирах и копите овней, название клана, если вы состоите в нем, а внизу отображаются подарки, которые вам подарили другие игроки. Четвертая закладка «Питомцы». Пока основную механику игры они не затрагивают, но есть слухи, что они в будущем будут давать бонус к характеристикам, дропу или увеличению получаемого опыта. И последнее – это ваши достижения. Общие, пвп и репутация. Достижения вы будете накапливать в процессе игры. Внизу есть место для их активации. Как только вы открыли достижение, перетягивайте его туда, чтобы оно давало тройной эффект. Репутация же открывается игрокам только после 16 уровня, не считая репутацию тайной любви. Вот вроде бы и все. Вернемся на наш главный экран. Особое внимание на чате я заострять не буду, только расскажу о видах чата. Существует пять видов чата. Общий, торговый, групповой, клановый и системный. Думаю, четыре первых чата говорят сами за себя, а в системном администрация оповещает игроков о грядущих рестартах или обновлениях, модерация наказывает нарушителей порядка, а также в системном чате отображается прогресс ваших квестов. Перейдем в левый верхний угол. Это аватар персонажа. Справа от него отображается наш никнейм, уровень персонажа, количество здоровья и линейку опыта, которая при заполнении дает нам новый уровень. Ниже аватара отображается лимит боев. Когда он достигает максимума, мы больше не можем получать опыт, деньги и дроп. Важно заметить, что лимит боев действует на всех персонажей внутри аккаунта. Переместимся в правый верхний угол. Это меню навигации. Первая кнопка – это карта. С помощью нее мы можем определить свое местонахождение и проложить кратчайший путь до нужного нам квестового персонажа или данжа, поставив маркер на карте. Следующая кнопка – это оповещение администрации. При нажатии на нее вылазит окошко, в котором мы можем указать нарушение правил или же ошибку. Следующая кнопка нам недоступна, так как мы не достигли второго уровня для участия на турнире или на арене. И последние две кнопки, которые между собой взаимосвязаны – это аукцион и почта. Начало о аукционе. Здесь мы публично выставляем наш предмет, который будет продаваться по правилам аукциона. То есть победитель аукциона забирает себе предмет. Победителю аукциона приходит письмо с данным товаром. Это почта. Отсюда мы можем отправлять предметы, отправлять поздравительные открытки или простые сообщения. Ну вот, в принципе, и все. Обзор подготовлен специально для www.mirmagic.ru Адрес сейчас вы должны видеть на экране. Если вам понравилось, о чем я тут рассказал, или вы просто узнали для себя что-то новое, ставим пальцы вверх на моем канале и подписываемся на него. Если не понравилось, то кидайте камни в мой огород, подписывайтесь на канал и пишите новые темы для обзоров. С вами был Skyline, с удовольствием погружайтесь в мир магии, всем пока!